Это совершенно новая Corsa шестого поколения, которая сейчас стала и полностью электрической, а еще даже лягла в основу первого в мире серийного, раллийного электромобиля. Чего же в ней больше? Немецкого Opel или это просто особая версия Peugeot 208 для Германии? Сейчас узнаем. Если вы не поняли о чем мы, то напомним, что недавно французский концерн Peugeot Citroёn купил немецкий Opel и начал глобальный перевод моделей на свою платформу. Corsa же самый свежий продукт сотрудничества двух компаний. Автомобиль построен на платформе CMP, общей с новым Peugeot 208 и DS3. То есть да, фактически это брат-близнец, нашумевшего полгода назад 208-го. Но внешне это сложно заметить. В отличие от дерзкого и очень агрессивного Peugeot, Opel выглядит более сдержанным и изящным, но при этом совершенно не скучным. Особенно с матричными диодными фарами в топовых комплектациях. Маркетологи явно уготовили для Corsa аудиторию постарше, чем для 208-го. И хотя бы обратите внимание на колеса. Даже на выставочном автомобиле диски вполне вменяемого диаметра. Благодаря платформе PSA Corsa похудела на 100 кг и в базовом оснащении пересекла отметку в 1 тонну при длине более 4 метров. Интересно, что изначально модель представили полностью электрической и лишь потом рассказали о ДВСных версиях. Итак, точь в точь, как у 208-го, у электрической Corsa E будет 50 кВт-часовая батарея, 136-сильный мотор и запас хода в 330 км, рассчитанный по системе ВЛТП. В Германии уже даже назвали цену этой электрички 29 900 евро. И вы спросите, сколько же она может стоить в Украине? Ну, точно не дороже. Потому что налоги у нас на электромобиле все еще минимальные. Нужно заплатить только акциз уже после покупки. А вообще, если сами метнетесь в Германию и купите ее там, даже получится вернуть НДС. И, кстати, я посчитал, по дороге вам придется заправиться всего 4 раза по полчаса. Ровно столько нужно этой курсе, чтобы на 80% зарядить свой аккумулятор от 100 кВт-ной зарядки. Но да, 30-ка это все еще очень немало, как для малолитражки. Поэтому давайте все-таки пока что вернемся на землю. Базовым мотором будет давно известный атмосферный трехцилиндровый бензиновый 1.2 на 75 сил. Мало? Согласны. Тогда берем выше. Тот же 1.2, но с турбиной на 100 сил или даже 130. И уже с автоматом, с которым до сотни будет разгоняться всего за 8,7 секунд. При этом есть одна крутая новость. Под автоматом подразумевается гидротрансформатор полноценной еще и японской фирмы Aisin, который сейчас французы ставят на все свои автомобили, независимо от размера. Ну и, конечно же, есть дизель полтора литровый на 102 лошадки. Но, конечно же, вопрос, нужен ли он для такой компактной машинки. А теперь самое интересное. Такой ли он просторный внутри, как 208? И что там вообще с новой немецко-французской эргономикой? Да, внутри узнать Opel можно разве что по рулевому колесу. Хотя и из общего с Peugeot в глаза бросается только в фирменный рычаг коробки. И что вам сказать, какие бы дифирамбы не пели маленькой Peugeot-шной баранки, а вот такой вот обычного стандартного размера руль как-то попривычней. В остальном, обратите внимание, даже с ростом 1,93 м у меня большущий запас над головой. Длинная здесь сидушка, но не хватает разве что ее угла наклона. Я бы поднял повыше, тогда сел бы вообще спокойно и комфортно. Но вообще, обратите внимание на этот просто. Такие они хэтчбеки B-класса 21-го столетия. Хотя, о чем я говорю, вы же смотрели уже наш ролик про Hyundai i10? Тот малыш вообще А-класса. И сижу я там внутри, ну точно не хуже. Достаточно контрастный и быстро реагирующий дисплей. Очень неплохо смотрится цифровая приборка. Хотя, опять же, заметно, что Opel опускают немножечко ниже по классу, чем Peugeot. И здесь нету того сумасшедшего кластера с вот этой вот виртуальной приборкой трехмерной. Ну, вы понимаете о чем, если смотрели наши репортажи из Женевы этой весной. И так, сижу я, в общем-то, неплохо. Но сзади я так подозреваю, что вряд ли кто-то сядет. Хотя, может быть, и сядет. Я все-таки попробую. А теперь самобичевание. Был у меня когда-то поло. Так что было дело, мне приходилось ездить и на втором ряду. Ну, смотрите, я это кресло отодвинул вообще на максимум, чтобы протянуть ноги и положить бедро на сидушку. Можно было бы сесть и компактнее. Но, слушайте, а здесь достаточно люксово. Вот этот материал, хотя я практически уверен, что это все-таки кожзам, но прямоугольная перфорация, контрастная, светлая строчка. И, в общем-то, сами лекала выглядят очень даже добротно. Еще бы сюда подлокотник, но сидеть так мягенько, еле-еле касаясь головой потолка. И за мной еще багажник. Куда тебе нажать? Все просто, под значок, интуитивно понятно. Ух ты! Здесь может быть, наверное, даже полноразмерная запаска. Вместо нее вот такой вот упор, тонкий пол. Но, тем не менее, все обшито, обито, ничего не торчит. Выглядит, ну, если не добротно, то, как минимум, очень неплохо. А теперь самое интересное. Именно на базе Corsa-E немцы с французами решили построить первый в мире раллийный электрокар Corsa-E Rally. Уже в следующем году 15 таких машин выступят в ADAC, Opel и Rally Cup. Машина будет моноприводной, но в переднюю ось добавят самоблокирующийся дифференциал торса. При этом заявленные характеристики силовой установки такие же, как у серийной гражданской версии. И даже цену приблизительно посчитали. 50 тысяч евро. И это за фактически пустой автомобиль без задних сидений. И обратите внимание, машина представлена здесь в таких серо-салатовых тонах. Что вам напоминает? Помните, весной этого года в Женеве в таких же похожих тонах представили гибрид, суперкар гибридный на базе Peugeot 508. То есть теперь это таки одна команда. И, как вы поняли, эта Corsa не единственная новинка Opel на франкфуртском автосалоне. Поэтому мы идем снимать другие машины. Новые обзоры можете искать на нашем канале уже сейчас. И обязательно подписывайтесь, чтобы вам впредь приходили уведомления и вы смотрели такие обзоры первыми. А вот вам, кстати, первая Corsa 1987 года. И не простая GT. Или она не первая? Пишите в комментариях.